Дорогие друзья, когда мы переходим ко всем курсам, для понимания я взял курс 12, базовые типы котлин, числовые типы. Ценность представляют действительно ребята школы и их отношения. Именно всегда, вообще я работаю в интернет с 2009 года, именно занимаюсь обучением, программированием конкретно с 2013 года. Но всегда я мечтал именно о таком формате. Кто-то, кому-то нравятся мои уроки, кто-то меня ругает. Конечно, это дело лично каждого, но вот если искренне сказать, то моя цель всегда была научить человека писать код. У меня это получается. Но сейчас я вам хочу показать то, что происходит в школе котлин, то, о чем я действительно мечтал. Мечтал, потому что идет командная работа. Когда мы переходим к курсу, то есть курс, сам курс, да, вот человек просматривает курс, чтобы, по сути дела, получить первичную помощь. А потом включается в работу «Ребята». В этой школе мне нравятся отношения ребят. То есть, да, они видят, что, конечно, и я делаю работу не спустя рукава. То есть, я серьезно готовлю материал перед тем, как создать урок. Я готовлю из разных источников. В принципе, на чем основано? На опыте программирования. Я вот думаю, допустим, в числовых типах, что нам надо. В данном случае я принял решение, что там плюсовать, делить, умножать, это, знаете, первоклассник сможет. В данном курсе было принято решение, что самое важное, это понять функции перевода типов из одного в другой. Тут мелко, но это не важно. Кто будет смотреть курс, поймет. И белые пятна, да, белые пятна, это тип чар, отличие с джава, это многие вещи. И вот я вам сейчас покажу, да, код, все, то есть, человек врубился. А дальше пошла работа, ребят, мини-дос по домашним заданиям. И, конечно, я это показываю с гордостью. Давайте все посмотрим. То есть, действительно, получается очень хороший конспект для понимания. Берем Ситушкин. Примитивные типы. Подробное объяснение. Далее берем некоторые виды исключений джава, которые работают в Котлин. Тоже очень подробно. Далее берем, ну, это я написал с доков. Далее Сергей Асачи. Примитивные типы. Он даже перевел, да, примитивные типы. Далее тип чар. Это очень важная вещь для понимания в Котлин, чтобы понимать разницу между Котлин и джава. И далее мне очень понравилось исключение Котлин. А почему это важно? Я сейчас поясню, кто начал с этого видео. Секунду откроется. Значит, смотрите. Повторюсь, хотя во многих видео говорю. Школа построена таким образом, чтобы именно писать код. Мы не учимся программировать. Мы программируем. В чем это заключается? Например, само изучение Котлин, ввиду уже у меня определенного опыта программирования, я не пошел, вот как, допустим, в книгах, да, построено там. Изучают сначала первый код, потом типы, потом так далее, так далее, так далее. Когда я написал первую программу, и уже ребята написали, начали писать в Android Studio первые программы, то мы писали на функциях, да. И когда я рассказывал, еще если перейти на сайт kotlinlangspb-tut.ru, кстати, сайт есть в описании видео, кто с этого видео начал. И когда я рассказывал быстрый старт о Котлин, в Котлин очень со многих языков взята функция, то есть настолько она широка. Вот именно в связи с этим предпочтениями и начали мы изучение. Если на самом деле начать смотреть документацию, да, я ее располагаю, в принципе, как должно быть в книге. Но изучение по курсам идет совсем иным образом. Например, сначала мы составили план, сделали hello world, переменные, а потом сразу пошли в функции. Зачем? А затем, чтобы весь код делать в функциях. То есть тогда приходит опыт программирования. И вот уже на первом этапе буквально мы решали несколько задач. Первая задача, мы учились переводить строку в число, то есть применять изменение типов в коде. Но логически представим, что язык со статической типизацией, и самое важное, это научиться проверять код. То есть научиться именно добавлять исключения. Я в предыдущем видео это говорил, но скажу еще раз, так как пишу видео для другого канала. Ну вот представьте такую ситуацию. В данном случае мы строку hello, то есть тип string, переводим в тип int, то есть целое число. В данном случае давайте поставим число 55. Да, в Kotlin это возможно. Со строки сделать число. Если мы запустим компилятор, то мы увидим, что он отработает корректно. Все это верно, согласитесь. Ну хорошо, пусть это будет тривиальный пример, но если это интерфейс взаимодействия с пользователем. Вы ждете, что пользователь введет число, а пользователь возьмет и введет слово. Ну например, world. То есть в любом случае это никак не число. И понятно, что в тип int оно перевестись не может. По одной простой причине, что это не число. И если мы запустим, то мы видим for input string word. То есть строка word, когда число мы вводили, заметьте, оно не вызвало ошибку, а просто перевелось. Что нам это дает? Это нам дает возможность постоянно контролировать весь процесс программы. То есть, ребята, я говорю к тому, что где могут быть какие-то внесены изменения, всегда надо перехватить исключения. И я показал первый пример, что это делается при помощи true и catch. То есть, по сути дела, мы смогли контролировать процесс. И в данном случае, если вводится не число, а строка, то нам выводится сообщение. Что нам это дает на самом деле для программирования. Ну например, в данном случае мы могли исправить программу, добавить if else. То есть, если бы человек ввел слово, то мы могли бы не вывести сообщение, что слово нельзя вводить, только число. Это первое. Второй момент. Наша программа будет работать правильно. Третий момент. Легкое тестирование, легкая работа. Четвертый момент, как я сказал, наверное, он и есть первый. Это полный контроль. Так вот, именно с этого момента, смотрите, мы не так давно начали вроде изучать язык. Изучили функции. Правильно ли это было? Да, правильно. Мы начали писать в пределах функции. For me numbers 1, да, да, функция называлась. Но ведь функция рабочая лошадка. И когда мы пишем сразу функцию, то мы начинаем нарабатывать вопросы с функциями. А ведь функции бывают разные, а в котле много вещей собрано. И так, обучаясь программировать, мы работаем с функциями. Нам легко работать с Android Studio, нам легко работать с продуктами. То есть, мы изучаем, мы программируем. Мы не учимся, а мы программируем уже. Второй момент важности. Вот смотрите, по сути дела, мы в данном уроке изучали типы. Типы, да, числовые типы. Их довольно много в Kotlin, практически те, что в Java, да. Но есть некоторые отличия. То есть, там Double, Flat, Long, Int, Short, Byte. Это все верно. А вот, что главное в типах в данном случае я увидел, надо научиться. Это использование функций то Byte, то Short, то есть, преобразование каждого числового типа один в другой. И вот на этом этапе уже вроде бы, опять же говорю, недавно начали программировать, но сразу же ввели исключение. Потому что это уже культура программирования, культура правильного написания кода. Это уже и стиль программирования. И спасибо большое, что ребята меня услышали, что когда я сказал, что вот с этого момента, ребята, мы берем написание исключений и проверок в стиль программирования. То есть, смотрите, на начальном этапе сколько соединено. И тут важная роль именно ребят. Потому что вот то, что я вам показывал, да, я уже сказал, наверное, еще раз повторюсь, в описании видео, кто начал смотреть видео на ютюбе, есть ссылка на сайт. Так, так вот. И я вижу, насколько серьезные отношения. И вот Сергей Осадчик, кстати, это его, наверное, первый язык. Но тем не менее, видите, все понимают. И вот он расписал исключения как мини-докумбитацию. Что с собой представляют? Код. Дальше деление на ноль. Дальше завершающие действия. То есть, привел примеры кода. Я понимаю, что он действительно потратил много, инвестировал много времени. И этот материал поможет, помог и ему разобраться с исключениями, которые он впоследствии будет применять и расширять. И другим ребятам. То есть, урок получается полноценный. И все вот это добавляется. Конечно же, я обязательно пишу ребятам, чтобы они знали, что они действительно молодцы, так как делают эти вещи. Эта группа вообще с первых шагов она ожила. Вот я, например, написал. Спасибо, Сергей, за работу над исключением. Ввиду важности понимания вопроса добавил урок в урок 12. Ну и цель школы. Участие в общем процессе школы выгодно всем и каждому. Я ставлю цель, чтобы формировались команды, чтобы были продукты. Но для этого мы должны из себя представлять уверенных программистов в этом вопросе. Именно в Котли на Android Studio и блокчейн. Вырасти можно только сообща, так как тема нелегка. Но не выполнил их задач, не вижу. Их просто нет. Я действительно не вижу. Надеюсь, что школа многим ребятам и тем, которые сейчас смотрят видео, поможет сменить профессию. То есть я хотел акцентировать внимание именно на чем? На том, как рассматривается материал в школе. Как участвуют участники. То есть каждый из ребят понимает, что тема большая, это не просто изучение Котлин, а изучение Android Studio и применение Котлин. Кстати, уже первые программы появились у ребят. Это изучение серверной части. Это технология блокчейн. И поэтому я сказал, ребята, ну нет времени изучить наполовину. Нужно изучать досконально. И, наверное, все-таки мне удалось объяснить, что самое важное при изучении языка, это создать шпаргалку, создать справку. Все в голове не удержишь. Ну вот, допустим, из моего опыта, так как я знаю несколько языков, не нужно выучить все. Но надо понимать, что вот при изучении какого вопроса, куда ты можешь обратиться быстро. То есть, допустим, мы изучили числовые типы. Да, я могу не помнить, чтобы вот вы понимали меня, да, вот вход моих мыслей. Я сейчас открою докс. Мы можем не помнить все. Но я должен помнить после этого, что есть числовые типы и что есть функции преобразования. То есть, вот это у меня уже инструмент в голове. И когда я пишу программу, я понимаю, допустим, в программе, что здесь у меня получается дробное число, а мне надо целое. И тогда я четко соображаю, я просто вам рассказываю способ мышления, да, что ага, можно в доке обратиться, вот она та функция, да, преобразование в то int. Все. Есть возможность обратиться. Есть возможность обратиться к документации. Есть возможность быстренько почитать доки и напомнить, проделать код. Вот это и есть настоящее программирование, потому что самые важные задачи, то есть то, что вы делаете постоянно, они, конечно, запомнятся. Но с любого раздела тематики должно откладываться то, что важно. Допустим, в числовых типах это самые числовые типы и что с ними можно делать и как. И вот здесь очень хороший подход. Вот, кстати, наверное, ну вот, кто-то пишет, изучая, хотелось, ну ничего, обязательно все добавится. Важно, что, видите, у ребят есть стремление и понимание, насколько этот вопрос важен. Просто я же говорю, что именно всегда я стремился к тому, чтобы сделать школу в таком вот формате, где есть и видеокурс, где есть и обсуждение, а обсуждений именно вот в школе Кодлин очень много. Это вот пришло вчера, сегодня, то есть где-то домашние задания, где-то обсуждения просто уже удалил. Где-то там у кого-то что-то не запускается, помогают друг другу, кто-то с линуксом разбирается. Но именно такой формат. Я не понимал раньше, как это делать, но это получилось просто, ну, будем говорить так, люди такие подобрались, которым это действительно нужно. Вот это, наверное, основной фактор. Это не только мне нужно, это нужно всем. И действительно, ребята увидели смысл, смысл, да, что действительно, когда ты почитаешь то, что человек написал из разных источников интернета, кто-то из книг, кто-то из примеров берет, но вопрос в том, что вопрос освещается полностью. И, как я сказал, что еще одно из самых важных в этой школе, здесь идет обучение программировать. Не просто мы учимся, не просто учим язык, а сразу программируем. То есть нарабатываем опыт с малого, добавляя элементы, но программируем тот код, который уже можно использовать в боевых условиях. Вот этот стиль программирования. Поэтому, конечно же, эта школа ценная. И знаете, мне это очень отрадно. Потому что Котлин стройный, короткий язык, мощный, быстрый. И, конечно же, когда он включен в Android Studio официально, то добавить туда блокчейн. И, конечно же, как я сказал ребятам, что мобильные приложения, когда вы делаете мобильные приложения с серверной частью плюс блокчейн, это хлеб на ближайшие 15 лет на 100%. На 100%. И удалось ли мне рассказать об отношении именно ребят школы и их серьезному подходу. То есть стремление внести свою часть понимания. Это очень важно. И получается очень классно. Даже вот кажется мелочь, но один разъяснит больше, да. Другой взял, где это я сейчас посмотрю, перевел. Что, конечно же, для нас русскоязычных намного больше, перевел байт, да. То есть интересней, да. И получается, что мы овладеваем вопросом. Поэтому, по сути дела, когда я дал курс, да, это дало знакомство, да. И дальше ребята схватили и поняли, что от них требуется, да. И получается легче всем, интересно всем, двигаются все. Спасибо за доверие. Конечно же, думаю, что многие сменят профессию в ближайшее время благодаря вот такой вот команде. С вами был Валерий Бовсуновский. Валерий Бовсуновский.